МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Досточтимые братья, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с большим праздником для города Москвы и для всей нашей Церкви. Мы вспоминаем память святителя Ионы, митрополита Московского и всея Руси. Это был первый митрополит, поставленный архиерейским собором Русской Православной Церкви, с чего и началась автокефальная история нашей Русской Церкви. Поставлению митрополита Ионы предшествовали очень печальные обстоятельства, связанные с нестроениями в семье православных церквей. Это было тяжелое время испытаний для Церкви Константинопольской. Потому что велика была опасность оккупации Константинополя, его захвата турками. И естественно, что надежду христиане Константинополя возлагали на своих братьев-христиан, чтобы защитить город и Византийскую, и Православную империю. Они взывали к прохристианской солидарности. Но в ответ им были предъявлены определенные условия. Помощь могла прийти только в том случае, если будет признана на тех условиях, на которых предлагала Римская Церковь, признана особенности этой Церкви, ее вероучительные и канонические принципы. И мы знаем, что именно с этим был связан так называемый Флорентийский Собор, когда православные подписали унию с Римом. Подписал ее и московский митрополит Исидор. Но Церковь наша не приняла этой унии. Потому что люди ясно понимали, что дело это не Божье, что скрывается большой обман под всем этим, что политические факторы давлеют над церковным сознанием. И когда митрополит Исидор восхотел вернуться в Москву и взойти в этот кафедральный собор, после подписания унии, то Церковь его не приняла. Он был изгнан из Москвы. И митрополит Иона был избран во главе Русской Православной Церкви. Мы знаем, что святитель Иона был святой жизни. И знаком этой святости являются его нетленные мощи, которые лежат в этом соборе. Мы только что перед ними прочитали молитву. Мы призвали митрополиту и митрополита Иону, святителя нашего и чудотворца в помощь всем нам на путях нашей христианской жизни. И верим, что по его молитвам Господь будет хранить и Церковь нашу, и народ наш. Ну что означает путь христианской жизни? Сегодня было прочитано Евангелие от Иоанна, где мы находим замечательные слова Спасителя. Я есть дверь. Те, кто к мною войдет, тот спасется. Что означает этот образ двери? В каком смысле Господь говорит о себе, как о двери? Дверь – это некий знак и символ начала пути. Когда открывается дверь, то перед нами новый путь. Очень часто мы открываем двери, за которыми неведомый путь. и когда Господь говорил о том, что Он – дверь, Он имел в виду, что Он – дверь для всей нашей жизни. мы через Него должны входить. Но куда входить? Что это за пространство, куда Господь предлагает нам войти? Этим пространством является мир, им сотворенный мир. Он предлагает нам войти через Него в этот мир. Он предлагает нам начать путь, путь нашей жизни через Него. Ну а что же все это означает для нас, современных людей? В каком смысле Христос может быть для нас дверью? В каком смысле Он может быть для нас началом пути? В том смысле, что Его Слово истинное им провозглашенное. должна быть критерием, который бы каждый из нас в любых жизненных обстоятельствах прилагал к тем проблемам, с которыми нам приходится сталкиваться. Мы знаем, что в современном обществе существует множество критериев. Люди отказываются от своего самого понятия истины. Понятия истины они заменяют иным понятием, множественностью, плюрализмов, человеческих взглядов и убеждений. Нас убеждают в том, что истины вообще не существует, что не существует универсального критерия отличения добра от зла, что существует множество человеческих истин. Но если существует множество истин, значит нет истины вообще. Вот для того, чтобы мы не соблазнялись ни вчера, ни сегодня, ни завтра, нам и говорит Господь, я есть дверь. не та, что справа или не та, что слева дверь, а вот эта божественная дверь, единственная. И тот, только кто пройдет этой дверью, тот спасется. Эти слова поражают сознание своей удивительной силой и бескомпромиссностью. Господь вопреки всем тем лжеучителям, которые сегодня говорят нам о том, что существует много истин, утверждает, что Он есть дверь ко спасению. Но мало войти, встать на путь, ведь по этому пути нужно идти, а на каждом пути много трудностей. И вот здесь нужно не только памятовать о той двери, через которую ты прошел, не только хранить истину, но нужно уметь прилагать эту истину ко всем обстоятельствам жизни. Поэтому Господь и сказал, я не только дверь, но я есть пастырь добрый, пастырь, который душу свою полагает за овец. И он на этом жизненном пути, как пастырь, как пастух, ведет нас, помогает нам прилагать истину в качестве универсального критерия, способного помочь каждому отличить добро от зла. И еще в этом Евангелии содержатся удивительные слова о том, что у пастыря Спасителя есть много овец. Эти овцы принадлежат как бы к разным дворам, но всех их нужно привести, привести в Царство Небесное. И Господь говорит, что есть только один пастырь, это он, и у него будет одно стадо. И когда мы сегодня задумываемся о множественности различных традиций, существующих в христианстве, о разделениях, которые присутствуют в христианской среде, мы конечно оплакиваем все эти разделения, которые ослабляют единое стадо Христово, но вместе с тем возлагаем надежду на то, что слова Спасителя осуществятся в истории. мы еще не знаем как, у нас нету видения, у нас нету опыта этой жизни в едином стаде, но верим, что Господь таинственно, мистически, но реально ведет людей путем, когда будет вокруг него собрано единое стадо. то самое стадо, которое и будет хранить истину, истину, без которой не может существовать род человеческий. Все это требует мудрости и мужества от каждого христианина, глубокой веры. И сегодня мы молились святителю Ионе, чтобы Он укреплял нашу веру, укреплял наше мужество, помогал нам идти тем путем, началом которого является Христос. Христос. Субтитры